Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 626. События дня. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Пишет Любовь Цепленкова. Игнатий Тихонович, подскажите, есть ли у вас аудио на Евангелии от Иоанна с толкованием? Видео я смотрела, но по планшету, как привязанная батарея быстро разряжается, а хочется вникнуть в суть. Наш батюшка далек от ваших знаний, как небо и земля. Низкий вам поклон и спасибо. Ну что, Любовь Цепленкова? Отвечаю, что нету. Просто в аудио вся Библия начитана на нашем сайте. Есть там Евангелие от Иоанна. Но с толкованием нету. С толкованием мы уже имели возможность, видео просили. А этого нету. Так что, сами смотрите, как где-то в домашних условиях надо смотреть, где без планшета обойтись можно. События местного значения. Готовимся и ждем решения по школе. Сегодня 31 августа. За вчерашний день это уже прошедшее. Что там будет? В районы как решат? Помоги, Господи. Ребята, то есть Володя и Никита помогают Роману. Придумали, что брусьев нет шестиметровых, а три метра шпалами. То есть все мошенство, жульничество. Такие цены. А когда мы начинали строиться, пожалуйста, шестиметровые. Еще в прошлом году были, а нынче уже нету. А только в Барнаул ехать. Видимо, все это договариваются туда. Попробуй поехать туда. Там любую цену назначают. То есть сидят, марокуют и даже здесь учатся обманывать людей. Нет так, чтобы сделать хорошо, а другой еще лучше. Вот так стороны навалятся. А так все закрыли. Ну, три метра. Ну, дальше будут чурками продавать, наверное, по 50 сантиметров. Везде обман. Измена трусости. Я решил съездить вчера на разъезд. Один на велосипеде. Жарко, погода хорошая. Закаренда. Это скрещенный гибрид или как назвать? Крыжовник со смородиной. Ну, уже все по выбору там нету. Это полоса на кустарника с деревьями вдоль железной дороги. Ну, баночку набрал. Баночка. Там, может быть, на 700 грамм меньше литра. Я проехал по всей деревне, каждому отведать немножко хотя бы, покушать. Вот я и все съездил на Южный пруд. Там уже почти все высыхает. Он не законченный. Драглайн нужен, следующая операция была углубить, а его нету. То есть, нашли, но заломили такую цену за подвоз 31 тысяча из Барнаула. 31. И за каждый сейчас работает 2,5 тысячи. А у бульдозера привезли за 21 и по 1,5 тысячи. По цене бульдозера не согласились. Ну, так все и осталось сброшено. Каких событий-то нету. Сейчас вот на начало учебного года. Посмотрим, как, что будет. Ну, и посмотреть наши ресурсы. Вот мой мир. Тут можно писать. Очень богатый. И ленточная. Вариант 1607 форум православный. Давно у нас уже. И 2762 день. Очень грамотно составленный. Легко искать по плейлистам. Новые сообщения. Вот только нажать. Вот здесь под храмом. Вот видно новые сообщения. И первая страница. И далее у нас видеоканал. Большой видеоканал православный. Что-то сегодня тут изменяет в начале. Для того не люблю, когда вот изменяют. Второго посмотра. Сегодня старые. Они там слепленные были. Короткими, маленькими частями. В один ролик. И, наконец, это сделали. И не сам же все делаю. Только замки снимаю. И вот сегодня 11 роликов выставил. А зачем? А затем, что еще десятки тысяч деревень дышат на ладан. А восстанавливать никого нет. Люди разъезжаются. То есть монстр издыхает. Империя зла и лжи подходит к концу. Последние судороги по телу страны идут. Так можно сказать. Потому что сельское хозяйство главное-то. А не то, сколько магазинов построят. Поэтому мы показываем, с чего начинать. Своими силами. Помощи от государства никакой. Только где-то что-то закрыть, отобрать. Посмотрят. Труженик сельского хозяйства брошен на произвол. Как сбыть, что. Вот вчера ездил я дорогу этой. Смотрю, поле большое. И на нем 5 комбайнов, кажется, работает. А у нас старенький один. Я не знаю, еще это поле. Может быть, Евгения Долгова. Он может это позволить. А у нас нет еще. Вот сейчас поставил. Тут некоторые мне интересно. Нет просмотра. Нет просмотра. Нет просмотра. Три ролика и нет просмотра. Почему? А они как бы об одном. Вот три. Сегодня вот бульдозерами тут закидал. А все разные. Посмотреть. И когда будете делать, кто-то такой будет знать, с чего начинать, как двигаться и прочее. Ну, для тех, кто думает, что было. Вот молодьба гороха, пыль, дым. И 12 просмотров. А вот пробиться к заправщику горючим совсем непросто. И как это? А что тут смотреть-то? Нечего смотреть. Лишился прорыва и прорыва. Тоже смотреть нечего. Ну, так понимают. А на самом деле тут много интересного. И вот посмотрите. Православный библейский сайт. Здесь аудио. Вся Библия есть. 50 книг примерно. Вот на звук и видео только толкни. И сразу откроется. Проповеди. Книги. Все вопросы и ответы. Вот это. Сейчас о войне. Вопросы и ответы. Помаленьку вставляю. О войне. Вопрос 1228. Четвертый том открытым оком. Апостол Павел говорит Колоссинам 1.24. Восполняй недостаток в плоти моей скорбей Христовых. Что это за недостаток скорбей у Христа? О чем это? Ответ. Колоссинам 1.24. То есть, отвечаю. Но ныне радуюсь страданиях моих за вас. И восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть в церковь. Это я за кафедрой в университете, институте, не знаю. Апостол Павел говорит о недостатке скорбей. Какие он переносит за церковь. И не просто страдания, болезни, но гонения за Христа. Проповедь апостола Павла рождала новых чад в церкви. Это надо показать было. Как вопрос сказал, я всегда привожу местописание. Иоанна Евангелие 16.21. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел сейчас ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Бытие 3.16. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Галатам 4.19. Дети мои, для которых я снова в муках о рождении, доколе не изобразится в вас Христос. Откровение 12.2. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Исайя 21.3. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающие. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Осенья 13.13. Муки родильницы постигнуть его. Он сын неразумный. Иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. Тысячелетия человечества пытаются сделать роды безболезненными. Но, увы, ни жена царя, президента, ни спортсменка никто никогда не рождал безболезненным. За исключением Божьей Матери, как говорит предание. Во сне никто не рождает. Попытки через медицину повлиять на боль приводят к затуханию и схватах. Или рождаются мертворожденные, или требуется хирургическое вмешательство, кесаревое стечение, которое также не безболезненно. У вселенского учителя и старца не было другой цели, кроме высшей – прославить Христа через обращение ко Христу новых душ. А это означало новые проповеди, новые гонения, новый высев семени Божьего слова, новое оплодотворение. Масштабность благовестия Савла, Павла, его всеохватность показывала ему, что его родильные муки ослабевают. И даже его скорбей недостаточно для нового чревоношения и рождения. Новые души – это новые члены единого вселенского организма, церкви, тела Христова. И он ощущал, что новые обращенные души могут родиться только при достатке скорбей в его плоти. Сразу же встает вопрос, как могут рождать новые души, приобретать их для Христа сегодняшние православные пастыри? Они изнашивают не башмаки, сапоги и сандалии в длительных путешествиях от дома к дому, по площадям и просторам России, а напротив того подкладывают под себя специальные орлицы, мертвые, для удобства стояния и протирают их, стоя на одном месте. А они как бы криком кричат «Никого я рождать не хочу! Ноги мои больные!» И от многочасового стояния на службах лопаются вены. Многие пастыри сегодня неблагословены за благовестие. Их не коснулась благодать призывающая и благодать обращающая. Исайя 52.7 Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону «Воцарился Бог твой!» Римлянам 10.15 И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Исайя 4.12 К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Чтобы готовить, совершать святых, нужно благовествовать, идти. Новые дороги, новые встречи – это и есть повышенная опасность, новые скорби и гонения. Кровь христиан всегда была семенем христианства. Деяние 21.13 Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Эти страдания за благовестие ради Христа и называются христовыми страданиями за тело Его, за невесту Его, для приращения к ней новых душ. Эфесянам 4.16 Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнав, мы к нему идем без сожаления. Ты, земля, обиды не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители твои, завтра, может быть, увидим Бога. А пока что в хрупкости цветка и в тревожном ожидании почек, знаешь, как приятно отыскать в Божьей любви знакомый почерк. Но растут грехи, как сорняки, и порой даже в птичьих песнях слышно столько горестной тоски, а не тленной чистоте небесной. Скоро скажем мы тебе прощай, и свершится вмиг переселение. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. То ли Вера Кушнир написала, или Родион Березов, так я и не указал, не узнал. А где взял, не знаю. Ну, на сегодня и пока все.